Давай поживем за на КТК в студию невесты Анастасия, и мы знакомимся с третьим женихом, Фёдор. Фёдор, 29 лет, организатор праздника, считает себя красивым и успешным, гордится своим хобби, ведь стать фокусником может далеко не каждый. Своей подруге был уверен настолько, что даже не трудился за ней ухаживать, а в итоге она нашла более галантного кавалера. Фёдор хочет познакомиться с девушкой, которая кажется менее притязательной, чем его бывшая пассия. Настя, идите встречайте жениха. О, Господи. О, Боже мой. Мне плохо. Добрый вечер, Настя. Меня зовут Фёдор, и я надеюсь, что мы великолепно на это место с вами вместе и покинем. Спасибо. 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 Он у меня там берега. Нет, это другой пацан. Здравствуйте, Фёдор. С кем вы пришли? Мой друг Абосс. Вы хотите построить отношения с Азиатой? Не показывайте, пожалуйста, меня прошу. Ну, в ней есть, конечно, азиатская, может быть, глаза. Глаза. Дизориентация, что-то в этом... Просто очки, наверное, видно. Сегодня детей одел. Она очень милая, эффектная, элегантная. Но мне кажется, что всё равно внешность, само собой разумеющаяся, да? То есть какие-то внутренние качества всегда выясняются при общении. Тогда нам бы очень хотелось послушать вашу брежнюю историю любви. Расскажите, где вы познакомились, почему вы остались. Мы познакомились на работе. То есть у меня очень такой бурный рабочий график, организация праздников. Кстати, благодаря Боссу. Это он мне, ну как, типа, эпода дикней, да? Мы же все бегаем. Познакомились, общались, провстречались. То есть наши отношения завязались практически сразу. Хорошо, здорово. Единственное, что мы работаем, когда люди отдыхают, да? То есть мы работаем пятница, суббота, воскресенье. Люди в этот период... Вы ещё работаете все праздники? Разумеется, конечно. И Новый год, и Восьмой март. Все, все, все. То есть при Новом году неделю сами понимаете. И ей со временем начало это надоедать. Мы стали видеться всё реже, 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 реже. И в результате она просто попросила меня отпустить. А Трюдор, скажите, пожалуйста, а нужно было взять с собой, ну, допустим? На новогодние корпоративные вечера. Обычно мы артисты... Браво, 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 браво. А ей было скушно. Надоедает. Ну, со временем не представляете себе. Тем более, если так, где за праздником, она сидит на там 2-3 часа, а потом... Ну, конечно, каждый человек хочет, ну, каждый праздник с любимым человеком, правильно. Было на ту пору 27, да? Да, было. А ей было... Ей было... 18. За месяц до 18. Вот. Ну, конечно, совсем ребенок был. Молодая девочка. А вы планировали на ней жениться? Нет. Вы полтора года с ней встречались, да? А почему вы не планировали? Ну, что, увидели в ней вот не сдержанность, да? Со временем, все равно, более юная, молодая, мне нужна более взрослая... Ну, чего тогда голову морочили, встречались? Полтора года. Всем все равно. Ребенку. Поматросил, бросил. Отвечать-то надо? Капец той девочке больной, на которую сейчас слышат. Анастасия, как ты будешь терпеть вот эти вот такие... Такую работу у Федора? Слышь, 8 марта ты одна. Это работа. Ой, ой, не верю я, но не верю, что вы так легко расстались. Это, во-первых. А во-вторых, до 27 лет что это? Вот единственная история, до 27 лет что? До 27 лет? Тоже нет? У меня были гражданские браки, то есть, разумеется, встречался, жил. Мы люди творческие, все равно, где-то, как-то, что-то. Потому что в этих браках ты творил, да? Потому что у тебя творческая профессия, да, дядя? Были, может, были некоторые музыки, но все равно... Мне вдохновляли они себя. Мы представляли, что-то все равно, хотелось чего-то большего. Гражданский брак, это что-то для мужчины трусов? Считай так. Как ты думаешь? Если уже заженешься, то... Делай красиво, делай, как мужик. Делай, как настоящий мужчина. Дети-то у тебя есть? Они по Чемкинску рассуждают. Поэтому не меняют. Дети это очень серьезный шаг, поэтому так вот... Очень серьезный. Разумеется. И сейчас опять будет гражданский брак? Сейчас, что будет сейчас, никто не знает. Ни вы, ни я, ни она. Скажи, пожалуйста, предки откуда? С Апеннинского полуострова? С Украины. Я гражданин Украины. А вы как попали сюда? Бизнес. А, бизнес, да? Вы, ну вы, то есть, организатор праздников. То есть, у вас здесь своя фирма? У меня здесь своя компания. Уже с 2007 года. Барышню куда приведем, да? Барышню? Да. Я здесь пишем. То есть, и квартира, и деньги. На машину я не вожу, я говорю сразу. Мотоцикл. Нет, он слишком замудренный. Крутой, ну, бля. Кто? Ты как натура творческая. А я знаю, что творческие люди, они все немного непостоянны. Вот. Скажи, пожалуйста, тебе вот уже... Достаточно лет? Ты прям осознанно хочешь семью, детей, или же это просто... Осознанно. Заполнить период? Нет, нет. У нас непостоянство, оно может быть было когда-то. То есть, мне было интересно что-то попробовать, посвящаться. Но сейчас я уже конкретно знаю, что лучше. А какая твоя цель в жизни? Чего ты хочешь достичь? Добиться. Ну, ты не хочешь пихать. Идет полнотанно, да? Как у всех. Ездим, путешествуем. Вису, конечно. И мир смотреть. Все. А что добавишь, босс, про своего друга Фёдора? Я с Фёдором познакомился в 2007 году как раз. А босс? Если я там с Великой Женихой, там только Фёдор, с Тачкента, в Узбеке и так далее, я точно там с Тачкента сам. Так, ага. Вот нас как бы Алмата связала, получается, с Фёдором меня. То есть, он с Украиной, я с Тачкента. То есть, у нас бизнес был одинаковый. Мы в коллективе познакомились. Мы раньше работали в цирке. Я сам артист, я артицирка. И вот, мы в одну команду попали с ним. И тогда хорошо познакомились. И вот. И мы вместе начали бизнес. И вот, слава вову, как бы за 7 лет, думаю, мы... Не поругались, всё делится пополам. Добивались и добиваемся, и не сдаётся. Водители-то в Украине? Мама на Украине пока нет. Мама уже ждёт невесту. Мама, ну, мама всегда ждёт. И ждёт внуков. И ходит понять, поиграет с ними, да? Ну, чё там делать на Украине, я понять не могу, а? Чё делать? Дел, чё делать? На Майдане воевать? Морозы хорошие. Северно-северно-северно. Северно-северно. Северно-северно. Ну что ж, Хатин, посмотри сюрприз, который ты приготовил для Анастасии. Отлично, только заметила. Ваши пирсы есть пирс, который северно-северно-северно-северно-северно-северно-северно. Поэтому он продемонстрирует вам что-то невероятное и интересное. Отлично. Отлично. Вытягивайте вперед. Вот, вот, да. Теперь, да, выворачиваем. Держу. Крепко нужно. Фёдор же... А, да, хорошо. У вас... Покажи, пожалуйста. У всех отлично. Теперь, так, у всех правильно. Давайте сделаем так. Маленькие пальчики покажите, а теперь большие. Теперь раз, два, три. Все поворачивают. А куда вы ее можете? Я не могу. Крутите, крутите. Вы у вас получится. И старайтесь, чтобы не прикольнуться, да? После этой программы, наверное, ты начал позаботиться. Где-то, где-то, что-то, что-то. Это я могу без этого, тот раз, в этот этап. А я здесь, он беспортно. Да, у меня. Поэтому я... Вот, прикольно. Бально. И раз, я вот так вот закрываю. Вот нужно очень внимательно смотреть. У меня одна роза. Раз, есть. Если ей мало, я могу сделать раз. И несколько штук беспортно. Вот так возьму. И все. Есть. Могу сказать. Федоржан, подари свои вины и даны. О, подожди. Тут уже его коллеги. Да. Ну, все заносим. Весь братан, а в полминке работают. Что работают? Чей-то даду сказать. Пойдем, дай его. Ты не красавчик. А ты уже видел? Ты в первый раз видишь? Лох, нет. В первый раз вижу. А я вижу, теперь в дальше? Насчет пальцев он меня удивит. Да, он мне спать, если мне понравилось. Прекрасно. Очень интересно. Спасибо, друзья. Спасибо, Федор. Возвращайтесь в свою комнату. Посмотрите нас оттуда. И скоро вы узнаете, какое решение принял наша невеста Анастасия. Ну что, дорогая Настенька, как тебе наше третье предложение Федор? Очень интересный молодой человек. Человек-праздник. Но вот это то и смущает, что человек-праздник, что он... Хотя, может быть, он устал от этого праздника, и хочется уюта... Зимней? И тепла. Конечно, то, что у тебя есть. Да? Сюрпись-то понравился? Да, очень необычно. Что скажешь, Ольга? Человек молодой, Федор, очень тоже такой интересный, своеобразный, хорошо разговаривает. Друг такой озорной. Ну это тоже же показатель, по друзьям ведь судят. Но на самом деле очень странно, что прозвучало то, что вот я дарю тебе подарок, и выходит его друг, и показывает фокус.